Итак, тема звучала «Гормональное здоровье. Основа здоровья женщины». Пока я сюда ехала, я решила, что не будем мы заниматься дискриминацией, почему, собственно говоря, только женщины. Мы поговорим вообще о гормональном здоровье, мы вообще поговорим о таком понятии философском, поэтическом, не знаю еще о ком, мы поговорим о счастье и благополучии. Я всегда, когда я говорю о гормональной системе, мы начинаем говорить о чем-то подобном. Потому что чего мы все от жизни хотим? Счастье, правильно? Но счастье каждый понимает по-своему. Это говорят поэты. А медики, физиологи и так далее понимают, что для того, чтобы счастье было возможным, должен быть, как у любого здания, фундамент, который, если он есть, то дальше можно построить любые терема. А если его нет, терем, конечно, построить можно, но до первого века. Так вот, поговорим о фундаменте. Счастье человека поговорим о гормональной системе. Вот так вот все приземленно. Для того, чтобы быть счастливым, надо быть здоровым. А дальше все остальное. А что такое здоровье? Я на каждой, по-моему, лекции говорю еще раз, повторяю очень правильное определение Всемирной Организации Здравоохранения. Здоровье – это состояние физического, психического и социального благополучия. То есть, вот эти три составляющие должны быть. Тогда это здоровье. Если чего-то не хватает, значит, это просто плохо обследование. Нужно здоровье. Итак, выясняем. Если мы живем на этом свете, у нас должны быть условные рефлексы и безусловные рефлексы, потому что мы часть животного мира. Безусловные рефлексы называются еще, видите, знаете, инстинктами. Давайте подумаем, какие основные инстинкты, вот вроде как все примитивно, но все идет как простого, какие основные инстинкты есть у живых существ. И у нас точно, поскольку мы живые существа. Первое. Самосохранение. Страх о инстинктах самосохранения. То есть, почему я начинаю с этого? Потому что если, как говорил наш преподаватель по анатомии, за тобой гонится мамонт, то всего, чего тебе хочется, это убежать от этого мамонта. Правильно? Тебе не хочется кушать. Тебе не хочется искать красивую представительницу или представителя противоположного пола, и тебе не хочется чего-либо еще. То есть, пишет первый инстинкт, это самосохранение. И черный лучше пишет. Лучше черный? Да. Самосохранение. Или можно просто написать, мне кажется, так будет, желчек. Жизнь. Правильно? Сначала мы хотим жить. После того, как... Давайте даже самосохранение просто уберем. Красивая сухая, миленькая. Жизнь. Когда мы убежали от мамы? От кузовика, там, не знаю, еще от чего-то. Чего мы хотим? Есть. Еда. Когда мы сидим в теплой пещере, мы хорошо поели, и у нас, мы знаем, что пещера есть, и еда есть, то есть, не только сейчас, а, в общем-то, она есть. Чего мы хотим? Размножаться. Естественно. Продолжение. Правильно. Оказывается, есть еще один инстинкт, который не во всех биологических исследованиях представлен, но он абсолютно точно есть на всем же уме. Если я такой классный самец, например, я убежал, я поел, я буду продолжать рот обыске? Нет. Я буду искать самого достойного. Да? Если я самец, либо я посмотрю еще, кто тут самый достойный, кому я могу подойти, да? То есть, что я делаю? Я повышаю свой ранг в системе иерархические инстинкты. Иерархия. Так вот, на этом построено все счастье всех представителей животного мира и нас в том числе. И для того, чтобы мы были здоровы, счастливы, соответственно, мы можем понять, как наша эндокринная система, какие из органов ее отвечают за каждую из этих инстинктов и разберем, почему мы счастливы, почему мы несчастливы, почему мы псевдосчастливы бываем. Когда нам говорят, у тебя же все есть, у тебя же так все хорошо, это дом, машина, квартира, а вот чего-то не хватает. Поймем, чему не хватает. И поймем, каким образом это можно все откорректировать. И я могу сказать, что наша продукция, ну это вот сколько работает, столько восхищает. Это даже не палочка-маличалочка, это что-то, ну я не знаю, это элемент какой-то, который просто помогает вот эти все вопросы решать. Ни один из препаратов инстинкциональной медицины решит вопросы счастья, в угробиках благодаря зарплате фармацезда. Да, никак не может. То есть человек на каких-то программах химических нездоровым, несчастливым быть, к сожалению, не может. На нашей продукции абсолютно точно может. Главное разобраться, где есть слабые места в эндокринной системе и подпитать их тем, чем необходимо. Итак, эндокринная система, так как говорила моя старшая ночка, когда она была маленькая, у нее что-то было с настроением не так, ей лет шесть было, и вот она мне говорила, мама, это все гормоны, это все гормоны, начиналась. Вот, да, мы все в том, если что-то не так, что-то гормоны, да, гормоны. Вот, поэтому, действительно, разобраться, что же делают наши гормоны, и не разбираться с этими гормонами, как с одним каким-то, а полностью как с большой-большой семьей. Вот с этим мы сейчас и будем разбираться. Эндокринная система или эндокринное кольцо и у мужчин, и у женщин работает как целостный механизм. Поэтому, когда говорят, вот, недавно я беседовала с женщиной, говорят, у меня все нормально, у меня только со щитовидкой плохо. По лицу видно, что там все эндокринное, кольтеров было сделано. Я начинаю спрашивать ее о поджелудочной и о давлении. Она говорит, это не имеет никакого значения. Вы мне дайте пилюлю, чтобы щитовидка прошла. Куда прошла? Почему прошла? Поэтому, в первую очередь, разберемся, что же такое наша эндокринная система, из чего она состоит. И сейчас будем смотреть, как эндокринная система работает на нашу инстинк. Итак, эндокринная система, как все у нас и в обществе, и в природе, состоит из высшего звена и низшего звена. Высшее звено, оно находится все у нас откуда? От головы. Да, все проблемы оттуда. Такой высший командный пункт находится в голове. Это гипоталамус и гипофиз. Это две железы, которые, как командиры, регулируют все низшие звенья. И эндокринные, и не только. Очень подробно мы о них говорить не будем, чтобы вы не запутались. Вы только должны понимать, что гипоталамус и гипофиз координируют действия всех остальных эндокринных органов. Следующая щитовидная железа. Поджелудочная железа, надпочечники и половые железы. Вот это эндокринное кольцо. Теперь будем разбираться, кто за что отвечает. А потом я буду вам рассказывать, как каждый из этих эндокринных органов работает, какие благополучия и неблагополучия в жизни дают, и сразу по симптомам много чего поймутся. И разберемся, каким образом наши препараты, вот эти вот все слабые места убирают. Итак, жизнь. В первую очередь жизнь. Для того, чтобы мы могли убежать от опасности. Ну, как первогодние, как мамы. Что необходимо? Необходимо, чтобы в момент опасности, что произошло? Чтобы у нас упало, например, упало давление, расслабились сосуды, мы поймем. Не подходит, да? Никак. Вот. То есть, что должно произойти? Давление должно повыситься, сосуды должны скузиться, в кровь должно выделиться большее количество глюкозы, для того, чтобы мышцы получили энергию, и мы могли либо обетчевок врезать, либо обетекать. Это уже зависит от головы. Вот. Так вот, за это отвечают наши надпочечники. То есть, жизнь — это надпочечники. Наши надпочечники выделяют несколько видов гормонов. Это адреналин, норадреналин, кортизол и альдостерол. Если есть медики, то, вы меня простите, я очень сильно в грудь лезть не буду, потому что не все эндокринологи все в грудь завезут, потом вылезти. Поэтому мы будем говорить о том, что понятно всем и что нужно знать всем. Итак, за что отвечает адреналин? Адреналин — это гормон, который помогает нам убежать от опасности. Вот то, что я сказала, вот это делает адреналин. Повышает давление, повышает уровень глюкозы в крови, сужает сосуды, повышает общую энергетику организм. Но опасность может явиться вечно? Нет. В норме, в природе такого нет. То есть, после того, как адреналин выделился, мы убежали. Что наступает? Расслабление. Расслабление. То есть, после того, как выделилось большое количество глюкозы в кровь, соответственно, в организме ее осталось мало. Чего хочется после того, как вы сделали вот что-то такое безрядовое выходящее? Хочется сесть, есть, взять что-нибудь сладенькое, вкусно покушать и поспать. Потому что давление падает, естественно, глюкоза в крови падает, хочется кушать и отдыхать, и это правильно. То есть, вот таким вот образом ведет себя организм после скачка адреналин. Второй гормон – кортизол. Гормон, который помогает нам проснуться. То есть, гормон, который заводит наш организм на целый день. Как бы нам хотелось, чтобы было? Чтобы утром вы просыпаетесь, силы есть, желание что-то делать, есть. Вы встали, покушали и работаете целый день. Наступает вечер, вам хочется спать, вы засыпаете и высыпаетесь за ночь. Такое происходит тогда, когда кортизол утром вырабатывается в повышенном количестве, в 6-8 часов утра, и к вечеру он падает. Так, как должно быть. Но мы, в общем-то, даже если организм у нас достаточно сильный, себя поломать можем. У многих есть такое, когда утром встать я не могу, сил у меня нет. И 10 чашек кофе надо в себя залить. И я не знаю, что еще. Но зато вечером спать мы не можем, у нас начинается непонятно, какой мандраж, мы начинаем непонятно, что делать. Вот, ленятся по ночам, а утром у нас опять то же самое. Это происходит тогда, когда мы сбили ритм кортизола в своем организме. Когда кортизола мало утром и много вечера. Это очень нехорошая картина. Почему? Потому что кортизол, если он неправильно вырабатывается, он приводит, во-первых, к стойкому повышению реального давления. Гипертонии у нас много, популярность, огромное количество. Повышает уровень глюкозы в крови длительно. Очень часто. Вот многие знают, что одна из причин сахарного диабета это стресс. Почему? Бывает острый стресс, это сахарный диабет первого типа, и хронический стресс, который со временем, покажу потом, как, приводит к сахарному диабету второго типа. А начинается очень часто, к сожалению, с ночных дней. Потому что сначала это почему-то принято, почему-то привычно, или вообще мы все не успеваем сделать, что хочется. В итоге уровень повышенного кортизола перемещается на вечер, и дорожка к гипертонии, атеросклерозу и сахарному диабету второго типа уже начинает вымощиваться. Потом, когда это все придет, и мне говорят, дайте мне таблетку, чтобы прошло, так а сколько же вырастили? Не надо разобраться, откуда это все или столько же, надо вот эту дорожку разбирать. За один месяц не страдешься. Опять же, повышенный уровень кортизола длительный часто приводит к отечности, к повышению массы тела. Когда, почему я поправляюсь, я не знаю. Я вроде бы ничего такого не ел, и ничего такого не ел, а я отекаю, я поправляюсь, это очень похоже на симптом кисфункции щитолитно-железовое долья, но у меня повышенное давление, и я почему-то болею от каждого ветерка, от каждого чиха соседа, и вообще непонятно, от чего. Потому что кортизол, когда он длительно, стабильно выделяется, он снижает уровень защиты нашей иммунной, то есть иммунитет падает. Иммунитет падает. Снижается, возникает сухость кожи, и снижается герита. То есть, понятно, если у нас проблема с жизнью, мы будем раздражаться. Не будем. Соответственно, уровень половых гормонов будет снижаться. Если этот стресс продолжается еще дольше, то надпочечники начинают совсем снижать уровень кортизола. Если сначала еще нам тяжело что-то делать, то когда кортизол снизится до минимума, давление может упасть, вес снизится, то есть очень часто бывает, когда человек живет, раньше это было видно, частенько в селах, там, где у людей жизнь реально тяжелая, сначала распухают, а потом уже перед смертью высыхают полностью, становится такая темная кожа, веса никакого, от ветра шатает, давление низкое, и человек умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, но вроде как чего же возраст и от любых инфекций. Это надпочечники просто танком проехали во всей жизни человека. То есть у нас получилось не так, как должно быть утром кортизола чуть больше, потом меньше, чуть больше, потом меньше. а кортизол как вырос, понятно, что он чуть-чуть получается вечером выше, утром ниже, но он же должен быть высокий уровень, то есть он не снижается до того уровня, который базовый, который дает человеку отдохнуть. И когда человек едет на повышенном уровне кортизола дома, он просто сгорает. То же самое если взять лошадь, ее не кормить, ее пристать. Ну будет она бежать какое-то время. А потом как бы она не хотела бежать, она упадет. И погибла. Вот так ведут себя надпочечники, если мы правильно себя с ними не ведем. После того, как у нас будем надеяться надпочечники сработали нормально, жизни нашей опасности нет, что? Еда. Мы хотим кушать. Кто или что отвечает за второй инстинкт? Поджелудочное. Поджелудочное железо вырабатывает сколько гормонов? Как вы понимаете? поджелудочное железо но два. Поджелудочная железа вообще орган очень с одной стороны коварный, с другой стороны очень важный, с третьей стороны очень неизученный. Это вообще двойственный орган, он такой женский весь по себе. Он имеет внешне секреторную функцию, то есть вырабатывает ферменты и внутренне секреторную функцию, что непосредственно относится к эндокринному кольцу и вырабатывает гормоны. Два гормона. Инсулин и глюкогон. Инсулин и глюкогон. Это те гормоны, которые позволяют нам что есть самым главным энергетиком в нашем организме? Глюкоза. То есть позволяют, во-первых, эту глюкозу получить, сохранить и использовать. Потому что мы можем глюкозу получить и даже много мы себе этого позволяют. Потому что если мы периодически на адреналии, то потом глюкоза падает и очень хочется. И вряд ли кто-то съест столько глюкозы, сколько ему надо. А как правило раза в два в три больше получается. То есть нам нужно получить для то есть когда мы получаем глюкозу она попадает куда? Через пищеварительный тракт сосудистая рост. Вообще вот такой интересный вопрос а что делает инсулин? Это что? Утилизирование. Ну гасит уровень. Заходит в клетку. Вот это очень важно знать. Дело в том что что случается с человеком с метаболизмом человека с сахарным диабетом. Ком. Понятно это поток. У человека с сахарным диабетом огромное количество глюкозы в сосуде становится. И совсем нет глюкозы в клетках. Вот в чем все дело. Почему теряют сознание? Почему падают? Почему кома? И так далее. Потому что клетки голодают. Клетки голодают. Поэтому а инсулин что делает? Он берет глюкозу за ручку и заводит ее в клетку. Глюкогон делает обратное. То есть когда по какой-то причине достаточно много глюкозы в клетке и она почему-то не нужна, а в сосуде становится ее мало, он ее из клетки выводит. И вот эти два гормона они регулируют весь наш энергетический обмен. для того чтобы инсулин работал так как положено у нас обязательно в организме должны присутствовать такие минералы как цинк и хромы. Если у нас их не хватает, то соответственно инсулин и глюкогон работают как им придется. Я не хочу сегодня слишком много уделять внимания именно поджелудочной потому что про поджелудочную можно и не одну лекцию читать. Поэтому так очень пунктируем. Соответственно когда у нас здесь все нормально мы можем переходить дальше. это это к тому что если есть проблемы здесь сейчас мы будем говорить любым абсолютно любым то решать их не выяснив что здесь невозможно поэтому когда приходят девочки и мальчики говорят у меня бесплодие или у меня нарушение цикла сейчас поговорим о том что такое нормальный цикл или у меня нарушение рептильной функции у мужчин то есть проблемы с потенцией и мы даем ему сосудистый просто препарат который должен увеличить потенцию будет что-то может быть гипертонический кризис это может быть и суть может быть а толку не будет если мы не разберемся что здесь итак продолжение рода половые железы половые железы сейчас допишем что здесь и потом я буду что рассказывать потому что иначе не очень понятно будет а что же отвечает за буты мы все хотим быть самыми самыми звездами щитовидка щитовидная железа щитовидная железа давайте-ка вот начнем сейчас с нее потому что уж очень много проблем щитовидной железы есть у нас на Украине и очень бы хотелось с ними научиться правильно разбираться итак пойдем потом от щитовидки к половым и так далее итак что же делает вообще почему она так важна щитовидная железа все знают щитовидка это да а что там она отвечает за иерархию а что такое иерархия то есть кто такой человек который стоит на высокой иерархической ступени какой он умный умный предприимчивый предприимчивый здоровый умеющий решать вопросы да то есть тот на котором можно равняться правильно то есть человек который лежит тихонечко в уроке и говорит не кропите меня я не могу ни кросс продлижать ни на работу пойти ни кушать сварить ни диссертацию защитить презентацию провести у меня долг иерархически а что никак не разум думает правильно так вот щитовидная железа отвечает за использование и производство энергии каждой клеткой организма то есть если поджелудочная помогает утилизироваться сахаром правильное слово было сказано то есть помогает глюкозе идти на жизненно важные функции в клетке и складываться избытку глюкозы в мышцах и в печени в виде гликогена гликоген это глюкоза плюс белок то есть если вот мы съели мы же никогда не можем съесть углепоток столько сколько нам надо сейчас правильно то есть всегда остается избыток этот избыток соединяется с белком и уходит в ткань печени или уходит в мышцы как только у нас есть потребность в глюкозе значит соответственно белок он соединяется гликоген превращается в глюкозу и мы функционируем нормально но куда и как направить эту энергию это зависит от щитовидной железы это зависит от щитовидной железы как же она это делает вернее даже не так потом расскажу как она это делает вот самое главное давайте сейчас посмотрим что такое человек с нормальной функцией щитовидной железы